Привет, друзья! Нидерланды – страна, где делают отличный сыр и выращивают лучшие в мире тюльпаны, где население очень прогрессивно, а велосипед уже давно стал главным транспортным средством. Страна, где свобода личности и толерантность стали основными столпами государства, а архитектура изобилует как средневековыми, так и ультрасовременными зданиями. Нидерланды – государства, состоящие из основной территории в Западной Европе и шести территорий в Карибском бассейне. Они включают в себя острова Аруба, Синт-Мартен, Кюрасао, Саба, Банайра и Синт-Эстатиус. В Западной Европе территория омывается Северным морем, граничит с Германией и Бельгией. Форма правления – конституционная монархия. Территория государства 41 543 квадратных километра. Население чуть более 17 миллионов человек. Официальный язык нидерландский. Столица государства – город Амстердам. Нидерланды – самая густонаселенная страна Европы, если исключить несколько стран-карликов. Половина территории лежит ниже уровня моря, и только на юге Нидерландов местность поднимается до 30 метров над уровнем моря. Да и само название страны Нидерланды переводится как «Низкая земля». Высшая точка страны – возвышенность Валсерберг – 322 метра над уровнем моря. А низшая – Заутпластполдер, почти на 7 метров ниже уровня моря. В связи с этим основная потенциальная опасность для Нидерландов – это затопление. Именно поэтому в строительстве дамб голландцы впереди планеты всей. Климат в стране умеренный морской. Характерно нежаркое лето и достаточно теплая зима. Средняя температура июля составляет плюс 18 градусов. Средняя температура января – около плюс 2 на побережье и чуть холоднее вглубь континента. Правильное название страны именно Нидерланды, а не Голландия, как многие ошибочно полагают. Традиция называть Нидерланды Голландией укрепилась в русском языке в конце 17 века, когда Петр I решил как следует изучить корабельное дело и отправился в Нидерланды. За время своей заморской поездки он успел побывать только в двух нидерландских провинциях – Южной и Северной Голландии. Вернувшись в Россию, он многое с восторгом рассказывал о быте, культуре и научных достижениях этой страны, называя ее при этом исключительно Голландией. Так, благодаря Петру в русском языке закрепилось название Голландия, а не Нидерланды, и оно до сих пор сохраняется в нашем сознании. Кстати, название Голландия официально перестало существовать с 1 января 2020 года. Правительство Нидерландов приняло такой закон, так как считает, что это неправильно называть целую страну в честь одной провинции. Это все равно как все США называть Техасом или Калифорнией. По причине максимальной политкорректности и внимательному отношению ко всему, что касается личной свободы человека, эта небольшая страна уже давно числится в списке наиболее прогрессивных стран мира. Именно в Нидерландах слушаются самые громкие судебные дела, затрагивающие интересы целых государств. Именно здесь впервые разрешили однополые браки и узаконили проституцию, обеспечив ночных бабочек такой же пенсией, как и других граждан. Также здесь легализовали легкие наркотики, которые разрешено не только покупать, но и выращивать на собственном подоконнике. И именно из-за всего вышеперечисленного Нидерланды ассоциируются с вседозволенностью и распутством, где толпами ходят наркоманы и прочие асоциальные элементы. Но это конечно же не так, это то же самое, что утверждать, будто в России по улицам бродят пьяные медведи в ушанках и играют на балалайках. На самом деле в жизни простых нидерландцев со всеми этими легализациями мало что изменилось. Они как и прежде живут, работают и поддерживают традиционные ценности. И несмотря на то, что легкие наркотики разрешены в стране, нидерландцы употребляют их гораздо меньше, чем жители других европейских государств. Нидерланды очень интересная страна, как в историко-архитектурном плане, так и в плане высоких технологий и прогрессивного сельского хозяйства. Жители этой страны работать любят и умеют, это еще Петр Первый заметил. Здесь выращивают лучшие в мире тюльпаны, строят здания с невероятными архитектурными особенностями, разрабатывают множество компьютерных программ и приложений, а также в Нидерландах одни из лучших судостроительных производств и множество машиностроительных предприятий. Все памятники архитектуры, а их в королевстве немало, находятся в идеальной сохранности. Нидерландские художники внесли большой вклад в мировую живопись. Самые известные из них – Рембрандт, Ван Гог, Хальс, Вермеер, Босх и многие-многие другие. С природой в Нидерландах не так все хорошо, как с технологиями и искусством. Широколиственные сосновые леса занимают всего 8% территории государства. Большая часть земель используется для сельского хозяйства. Нидерландцы. Какие они? Некоторыми чертами жители королевства порой напоминают немцев, и даже язык у них чем-то похож. Они любят точность и пунктуальность, планируют в ежедневнике даже встречу с близкими родственниками и друзьями. Нидерландцы сдержаны и никогда не будут лезть в чужие дела. Вместе с тем они честны и прямолинейны. Если понадобится дать оценку чему-либо, то лукавить не станут, выдадут все как есть. В отличие от распространенных стереотипов, большинство жителей страны круглый год занимаются спортом и следят за своим здоровьем. Нидерландцы дружелюбны, с ними легко общаться. Обычным делом здесь считается переброситься несколькими словами с совершенно незнакомым человеком. Заходя в кафе или магазинчик, жители обязательно здороваются и желают присутствующим хорошего дня. Любой может улыбнуться тебе как старому знакомому. Жители Нидерландов имеют одну характерную особенность – они все выставляют на показ. Соседи ничего не скрывают друг от друга, поэтому дома обустроены большими окнами и штор на них голландцы не вешают. Люди могут наблюдать в окне, чем занимаются хозяева, когда они пьют кофе, как воспитывают детей и все такое прочее. Но на самом деле никто из них не заглядывает в чужие окна. Здесь это не принято, да и неприлично. Любимым транспортом каждого Нидерландца является велосипед. Велосипед в Нидерландах – это король на дорогах. Автомобили и пешеходы отходят на второй план. Велосипеды буквально заполонили всю страну. Их миллионы. У них есть свои светофоры и парковки, порой даже многоярусные. В общем, посоревноваться с такой глобальной велосипедизацией, как в Нидерландах, может разве что только Дания, в которой велосипед также невероятно популярен. В этих странах давно поняли, для того, чтобы передвигаться по своим делам, совершенно необязательно иметь личное авто, которое занимает много места, загрязняет воздух, шумит и очень дорого обходится своему владельцу. А огромные налоги на автомобили со стороны государства помогли людям понять это еще быстрее. А самое главное, что велосипед, в отличие от автомобиля, не сосет из вас деньги. Амстердам. Столица Нидерландов и один из крупнейших исторических городов Европы. Кто-то приезжает сюда за атмосферой свободы и вседозволенности, другие хотят увидеть уникальные музейные коллекции и архитектуру, третьи мечтают прокатиться по знаменитым каналам Амстердама, ну а кого-то притягивает доступность, сами знаете чего. На нашем канале есть видео, посвященное конкретно Амстердаму, там все очень интересно и очень подробно. Обязательно посмотрите его, Амстердам однозначно самый шикарный город в Нидерландах. Ссылочки оставим в описании и в правом верхнем углу экрана. Ну а мы едем дальше. Роттердам. Является крупнейшим портом Европы. Наиболее значимым сектором деятельности Роттердама является нефтехимическая промышленность и обработка генеральных грузов. Порт является важнейшим центром по обработке насыпных, наливных, контейнерных и других грузов как внутри европейского континента, так и по всему миру. В Роттердаме стоит взглянуть. На Белый дом – один из немногих архитектурных объектов, уцелевших в ходе войны. Ратуша – очень красивое здание, размещенное на центральной площади. Железнодорожный вокзал – это ультрасовременное здание, построенное в 2013 году на месте старого вокзала. Главная его особенность в том, что благодаря стеклянному куполу в здании редко приходится включать искусственное освещение, что помогает прилично экономить на его содержании. Кубические дома – уникальный архитектурный проект, представляющий собой целую улицу здания, перевернутые вверх дном, или же опирающихся на угол. Маркет-холл. Это жилое и офисное здание с рыночным залом. Помимо крытого рынка, комплекс смещает 228 квартир, около 50 магазинов, десятки различных офисов и четырехэтажную парковку на 1200 автомобилей. Особенно впечатляющий маркет-холл выглядит вечером, когда включена подсветка. Мост Эразма. Назван в честь великого Эразма Роттердамского, хотя многие называют его Лебедем из-за своеобразного и изогнутого шпиля. Мост разводной и соединяют северную и южную части города. Евромачта. Поднявшись на одну из главных смотровых площадок города с высоты 180 метров, открывается удивительный вид на город. И можно не только полюбоваться шикарной панорамой, но и пообедать в местном ресторане. Гага. Третий по величине город Нидерландов, расположен на берегу Северного моря. В Гаге находятся резиденции нидерландского правительства, парламента и королевского двора. Также здесь расположены крупные международные правовые органы. Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Международный арбитражный суд и около 200 других международных правительственных организаций. Главные достопримечательности Гаги – Дворец мира, официальная резиденция Международного суда ООН, замок Биннинхофф, величественный архитектурный комплекс в самом центре Гаги. Биннинхофф является средоточием политической жизни страны. В его стенах работает парламент и правительство Нидерландов. Церковь Святого Якова или Великая церковь является традиционным местом, в котором крестят новорожденных королевских особ Нидерландов. Кроме того, наряду с Биннинхоффом церковь является самым старым зданием в городе. Схевенинген – курортный прибрежный район Гаги. Здесь мелководное северное море омывает песчаные пляжи города. В этом районе не только огромный длинный пляж, но и множество развлекательных и спортивных мест. Можно, например, попробовать себя в кайтсерфинге или виндсерфинге. Также в Гаге много различных музеев и парков. Утрихт – город, расположенный в центре Нидерландов, является крупнейшим железнодорожным узлом в стране и центром римско-католической архиепархии. Утрихт – один из самых старых и одновременно молодых городов Нидерландов. Старый, потому что был основан римлянами еще в первом веке нашей эры, а молодой, потому что более четверти городского населения – это студенты. По сравнению с Амстердамом, в Утрихте каналов немного, но зато они имеют свою особенность. Многие из них двухъярусные. На первом ярусе почти у самой кромки воды находятся различные кафе и столики для отдыха. На втором ярусе расположен сам город с его домами и достопримечательностями. Главные достопримечательности Утрихта – это величественный кафедральный собор Святого Мартина высотой 112 метров, знаменитый Утрихтский университет, построенный в стиле Ренессанс и центральный музей Утрихта – самый старый муниципальный музей Нидерландов. Тут размещена картинная галерея, коллекция исторических костюмов, ювелирные украшения, средневековые скульптуры и многое другое. Зандам – город на западе Нидерландов, провинции Северная Голландия, расположен на обоих берегах реки Зан, недалеко от Северного морского канала. В 1697 году в Зандаме жил и изучал корабельное дело русский царь Петр I, работая плотником на местной судоверфи. Дом, в котором жил Петр, сохранился до наших дней. Чтобы защитить историческое здание от разрушения, над домом был построен специальный павильон. Но не только этим интересен Зандам. Туристы стремятся сюда еще и для того, чтобы увидеть расположенную поблизости этнографическую деревню Зансесханс. Здесь представлено около 30 настоящих голландских домов, собранных по всей стране, несколько музеев, ферма из десяток действующих мельниц. Мельницы для Голландии – настоящий культ. Всю производственную жизнь в 17 веке мельницы вытянули на своих лопастях. Сейчас все они отреставрированы и исправно работают. Особого внимания заслуживают самые старые экспонаты. Например, мельница Де Хейсман. Как и в старые добрые времена, она до сих пор перемалывает зерно. Чтобы по-настоящему понять традиции голландского села, обязательно нужно посетить это колоритное место. Нидерланды очень спортивная страна, и сборная Нидерландов показывает стабильно хорошие результаты во многих видах спорта. Наиболее популярны в Нидерландах футбол, велоспорт, плавание, фигурное катание, но настоящими королями нидерландцы считаются в конькобежном спорте. Катание на коньках здесь невероятно популярно. В Нидерландах есть 7 крытых катков, 9 полузакрытых, 3 открытых и 21 каток с естественным льдом. Поэтому показателю Нидерланды являются страной с наибольшим количеством катков, и такие легенды, как Ирон Вюст и Свен Крамер своими титулами доказывают, что по конькобежному спорту Нидерланды впереди всей планеты. Нидерланды – высокоразвитая страна с передовой промышленностью и сельским хозяйством. Страна занимает ведущие места в мире по площадям тепличных хозяйств, производству мяса птиц, яиц, молока, сливочного масла и сыров. Основные культуры – картофель, сахарная свекла и зерновые. Нидерланды являются признанным мировым лидером по продаже срезанных цветов, цветочных луковиц и другого посадочного материала, получаемого в основном методом клонирования. Центр цветоводства – город Харлем. Промышленность развита как добывающая, так и обрабатывающая. В Нидерландах имеются богатые месторождения природного газа и нефти в Северном море. Нидерланды занимают третье место в мире по общему тоннажу торгового флота. Роттердам – один из крупнейших в мире портов погрузооборота. Также страна является одним из лидеров судостроения. Предприятия расположены в Роттердаме, Амстердаме, Схидаме и Флиссингене. Нидерланды дают до одной десятой всего мирового экспорта химической продукции. Производство азотных удобрений, этилена, аммиака, синтетического каучука, пластмасс и фармацевтической продукции. Из собственных автомобильных марок – нидерландская компания DAF, производящая грузовики. Авиакомпания KLM занимает восьмое место в мире по перевозкам пассажиров. Нидерланды являются одним из мировых финансовых и торговых центров. Именно здесь, в Амстердаме, в 1602 году была открыта первая в мире фондовая биржа. В рейтинге стран по уровню жизни Нидерланды находятся на шестом месте. И за последние пять лет эта страна не покидала первую десятку лучших стран. Средняя зарплата в Нидерландах – 2200 евро в месяц, после вычета налогов. Средняя пенсия – 900 евро в месяц. Нидерланды практически идеальная страна для жизни, если бы не два больших минуса. Плохой климат и постоянный риск затопления, так как большая часть страны расположена ниже уровня моря. Несмотря на то, что флаг Нидерландов классический триколор, официальным цветом государство считается оранжевый. Дело в том, что правящая королевская династия носит имя «Дом оранских Нассао», что в переводе означает «Дом оранжевых». Кстати, тюльпаны для Нидерландов совсем не родные цветы, а привезенные из Турции в далеком 16 веке. Голландцы ценность цветка оценили сразу и настолько высоко, что чуть было не разрушили экономику государства, продавая свои дома по цене трех луковиц тюльпана. К 2025 году власти Нидерландов обещают полностью запретить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Почти 40% населения страны работают в неполный рабочий день, что является самым высоким показателем в странах Евросоюза. Голландцы считаются самыми высокими мужчинами в мире, их средний рост 184 см. Согласно исследованиям за 2014 год, Нидерланды являются одной из самых здоровых стран в мире. Голландцы также являются самыми физически активными людьми. Более половины населения хотя бы один раз в неделю занимаются спортом. Кломпы. Традиционная деревянная обувь голландцев. Кломпы не только популярный сувенир, но и до сих пор повседневная обувь многих жителей низинных земель. Спасибо за просмотр, друзья! Как вам Нидерланды в нашем исполнении? Напишите в комментариях свои мысли об этой стране и о чем таком голландском мы забыли рассказать в этом видео. Не перестаю напоминать вам про наш уютный и познавательный инстаграм. Неужели среди вас есть те, кто до сих пор на него не подписан? Присоединяйтесь, ссылка в описании. А мы уже трудимся над новым видео, чтобы как можно скорее порадовать вас. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok